Его судили за кражу и приговорили на год в тюрьму. Меня поразило и то, как этот старик держал себя на суде, и самая обстановка преступления. Я добился свидания с осужденным. Сначала он дичился меня, отмалчивался и, наконец, рассказал мне свою жизнь. «Вы правы», — начал он. «Я видал лучшие дни, не всегда был уличным горемыкой, не всегда засыпал в ночлежных домах. Я получил образование, я техник. У меня в юности были кое-какие деньжонки, я жил шумно. Каждый день на вечере на балу, и все кончалось попойкой. Это время я помню хорошо, да мелочей помню. Но есть в моих воспоминаниях пробелы, чтобы заполнить его, я готов отдать весь остаток моих дряхлых дней. Это все, что относится к Нине. Ее звали Ниной, милостивый государь. Да, Ниной, я убежден в этом. Она была замужем за мелким чиновником на железной дороге. Они бедствовали. Но как она умела в этой жалкой обстановке быть изящной и как-то особенно утонченной. Она сама стряпала, но ее руки были как выточенные. Из своих дешевых платьев она создавала чудесный бред. Да и все повседневное, соприкасаясь с ней, становилось фантастическим. Я сам, встречаясь с ней, делался иным, лучшим. Стряхивал с себя, как дождь, всю житейскую пошлость. Бог простит ей грех, что она меня полюбила. Кругом было все так грубо, что она не могла не полюбить меня. Молодого, красивого, знавшего столько стихов наизусть. Но где я с ней познакомился и как, этого я уже не могу восстановить в своей памяти. Вырываются из мрака отдельные картины. Вот мы в театре. Она счастливая и веселая. Ей это выпадало так редко. Певает каждое слово пьесы, улыбаясь мне. Ее улыбку я помню. Потом вот мы вдвоем где-то. Она наклонила голову и говорит. «Я знаю, что ты, мое счастье, ненадолго, пусть, но все-таки я жила». Эти слова я помню. Но что было тотчас после, да и правда ли все это было с Ниной, я не знаю. Конечно, я первый ее бросил. Мне казалось это так естественно. Передо мной была блестящая будущность, и я не мог связывать с себя какой-то романтической любовью. Мне было больно. Очень больно, но я переселил себя и даже видел подвиг в том, что решился перенести эту боль. Я слышал, что Нина, после того, как уехала с мужем на юг, вскоре умерла. Но воспоминания и разговоры о ней тогда так меня мучили, что я избегал всяких вестей. Я старался о ней не думать. У меня не было портрета, не было писем, ничто мне ее не напоминало. И понятно, я позабыл ее лицо, имя и всю нашу любовь. Понимаете? Позабыл. Ее не стало в моей жизни, как если бы совсем и не было. Есть что-то постыдное для человека в этой способности забывать. Шли годы. Уж не буду вам рассказывать, как я делал карьеру. Без Нины, конечно, я мечтал только о внешнем успехе, о деньгах. Одно время я почти достиг своей цели, живал по заграницам, женился и имел детей. Потом все пошло на убыль. Жена умерла. Побившись с детьми, я их рассовал по родственникам. И теперь, прости мне, Господи, даже не знаю, живы ли мои мальчишки. Разумеется, я много пил. Основал было я одну контору, не удалось. Загубил на ней последние деньги и силы. Наконец, дошел я до того, что вы меня нынче видите. Последние годы служил я месяцами, когда не пил, на заводах рабочим. А когда пил, попадал на хитров рынок и в ночлежки. Озлобился я на людей страшно. И все мечтал, что вдруг судьба переменится, и я буду опять богат. Своих новых товарищей зато и презирал, что у них этой надежды не было. Так вот, однажды, продрогший и голодный, брожу я по какому-то двору, уж сам не знаю зачем, случай привел. Вдруг повар кричит мне. Эй, любезный, любезный, да ты не слесарь ли? Слесарь, отвечаю. Позвали меня замок в письменном столе исправить. Попал я в роскошный кабинет. Везде позолота, картины. Поработал я, сделал, что надо, и выносит мне барыня рубль. Я беру деньги и вдруг вижу на столбике на колонке мраморную головку. Сначала обмер, сам не знаю почему. Всматриваюсь и верить не могу. Нина. Говорю вам, милостивый государь, что Нину я забыл совсем. И тут-то именно впервые это и понял. Понял, что забыл ее. Смотрю, сам дрожу и спрашиваю. Позвольте узнать, сударыня, что это за головка? А это, отвечает она, очень дорогая вещь. Пятьсот лет назад сделана. В пятнадцатом веке. Имя художника назвала, я не разобрал. Сказала, что муж вывез эту головку из Италии, и что через то целая дипломатическая переписка возникла между итальянскими и русскими кабинетами. А что, спрашивает меня барыня, или вам понравилось? Какой у вас, однако, современный вкус? Ведь уши, говорит, не на месте, нос неправилен. И пошла, и пошла. Выбежал я оттуда, как в чаду. Это не сходство было, а просто портрет, даже больше. Какое-то воссоздание жизни в мраморе. Скажите мне, каким чудом художник в пятнадцатом столетии мог сделать те самые маленькие, криво посаженные ушки, которые я так знал? Те самые чуть-чуть раскосые глаза, неправильный нос и длинный наклоненный лоб, из чего неожиданно получалось самое прекрасное, самое пленительное женское лицо. Каким чудом две одинаковые женщины могли жить, одна в пятнадцатом веке, а другая в наши дни? А что та, с которой делалась головка, была именно одинакова, тождественно с Ниной, не только лицом, но и характером, и душой, я не мог сомневаться. Этот день изменил мою жизнь. Я понял и всю низость своего поведения в прошлом, и всю глубину падения в настоящем. Я понял Нину как ангела, посланного мне судьбой, которого я не признал. Вернуть прошлое невозможно, но я с жадностью стал собирать воспоминания о Нине, как подбирают черепки от разбившейся драгоценной вазы. Как мало их было! Сколько я ни старался, я не мог составить ничего целого. Все это были осколки и обломки. Но как ликовал я, когда мне удавалось обрести в своей душе что-нибудь новое? Задумавшись и вспоминая, я проводил целые часы. Надо мной смеялись, а я был счастлив. Я стар, мне поздно начинать жизнь сызного, но я еще могу очистить свою душу от пошлых дум, от злобы на людей и от ропота на Создателя. В воспоминаниях о Нине я находил это очищение. Страстно мне хотелось посмотреть на статую еще раз. Я бродил целые вечера около дома, где она стояла, стараясь увидать мраморную головку, но она была далеко от окон. Я проводил ночи перед домом, я узнал всех живущих в нем, расположение комнат, завел знакомство с прислугой. Летом владельцы уехали на дачу, и я уже не мог более бороться со своим желанием. Мне казалось, что взглянув еще раз на мраморную Нину, я сразу вспомню все до конца. Это было бы для меня последним блаженством. И я решился на то, за что меня осудили. Вы знаете, что мне не удалось. Меня схватили еще в передней. На суде выяснилось, что я был в комнатах под видом слесаря, что меня не раз замечали подле дома. Я был нищий, я взломал замки. Впрочем, история кончена, милостивый государь. «Но мы подадим апелляцию», — сказал я, — «и вас оправдают». «К чему?» — возразил старик. «Никого мое осуждение не опечалит и не обесчестит, а не все ли равно, где я буду думать о Нине, в ночлежном доме или в тюрьме?» Я не нашелся, что ответить, но старик вдруг поднял на меня свои странные выцветшие глаза и продолжал. «Одно меня смущает. Что, если Нины никогда не было, а мой бедный ум, ослабев от алкоголя, выдумал всю эту историю любви, когда я смотрел на мраморную головку?»